всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и предлагаю продолжить изучение вязальной машины способов вязания на ней и сегодня я хочу вам показать как вяжется ложная резинка на однофантурной машине и так поехали для того чтобы связать ложную резинку нам с вами нужно вот такой разборной линейкой один на один выставить иглы через одну в переднее нерабочее положение может можно их сделать чуть больше чуть меньше в общем тут уже когда вы будете вязать свое изделие будете сами делать расчеты и будете знать сколько вам набрать петель выставить игл сейчас я выставляю иглы просто для образца мне в принципе не важно сколько их тут будет в ширину и так иглу у нас выставлены я беру ниточку нет у меня заправлена кто не знает как заправляется ниточка вы можете зайти в плейлисты вязание на машине и найти там видео как заправляется нить вязальную машину и так вот у меня ниточка она у меня выходит из нити направителя хвостик у меня смотрит вниз и набор я буду делать методом обвития или обвива сейчас я на этом способе долго останавливаться не буду потому что есть отдельное видео три способа набора петель на вязальной машине вы можете зайти на мой канал и посмотреть его там все очень подробно и медленно я показываю и так набор петель либо его еще называют заработок у меня сделан теперь перейдем к настройкам карет смотрите перед началом вязания вы конечно же свяжите свой образец и определитесь какой плотностью вы будете вязать свое изделие например если нам необходимо вязать на плотности 5 ложную резинку мы будем вязать на плотности 2 если на плотности 6 значит сложная резинка будет вязаться на плотности 3 и так далее если на плотности 10 значит на семерке соответственно на 3 единицы меньше должна быть плотность рычаги частичного вязания у нас отключены я заправляю нить в челнок или в нити водитель он еще называется для того чтобы первые ряды хорошо провязывались можно включить вивинговые щетки здесь у нас стоит кулирная гладь все начинаем вязать провязываем первый ряд вот у нас сделался набор у меня включены вивинговые щетки но я все же первые петь первые ряды выдвинул снова вот эти вот иголочки в переднее нерабочее положение чтобы уже наверняка все провязалась если у вас нет вивинговых щеток то тогда выдвигать иголочки обязательно итак у меня провязан первый ряд сейчас поговорим по поводу того сколько же рядов нужно связать например вы по своим расчетам рассчитали что манжет вам нужен к примеру 15 рядов значит нам с вами нужно провязать 15 рядов два раза плюс один ряд для подгиба и так вяжем 15 рядов сейчас я еще раз выдвину иглы в переднее нерабочее положение для того чтобы и вы не забыли это сделать сейчас уже можно наверно подвесить грузики то есть два-три ряда провязали можно щетки вивинговые уже отключить и провязать все оставшиеся ряды и так я провязала 15 рядов сейчас мне нужно провязать один ряд который у нас будет для подгиба я возвращаю плотность на рабочую то есть у меня стояла сейчас двойка я ставлю обратно на пятерку провязываю один ряд на пятой плотности далее снова возвращаю плотность на маленькую с которой мы вяжем резиночку и продолжаем вязать еще 15 рядов итак резинка почти готова вот так вот примерно пока она выглядит смотрите что теперь мы будем делать нам с вами нужно вот этот вот край который мы набирали повешать на те иголочки которые у нас сейчас в данный момент пустые можете их пододвинуть вот так вот все ровненько и нам с вами сейчас понадобится деккер находим крайнюю петельку навешиваем на первую пустую иголочку дальше подхватываем вот эти вот полупетли которые у нас были как протяжки при наборе и подвешиваем на все пустые иголочки главное беремся за полупетли ничего лишнего мы с вами здесь не подцепляем вот видите вот она она прям вот здесь вот это полупетля и и прям так и хочется поднять и вот здесь вот крайнюю петельку мы с вами подхватим и повешаем вот сюда все у нас с вами получился вот такой вот подгиб можно все иголочки снова выдвинуть в переднее нерабочее положение так сейчас мы провяжем соединительный ряд возвращаем плотность на рабочую плюс 1 то есть у меня рабочая плотность будет 5 а сейчас я провяжу этот ряд на 6 плотности провязываем дальше я возвращаю плотность на рабочую и вижу кулирную гладь и так смотрите я провязала 15 рядов и сейчас не закрывая петли потому что мне этот образец не нужен я вытаскиваю ниточку из каретки придерживаю ее и срезаю полотно и так смотрим что у нас получилось получилось имитация резинки один на один и дальше лицевая гладь вот такая вот аккуратно приятная красивая резиночка она у нас смотрится и с лицевой и с изнаночной стороны очень даже неплохо надо просто этот образец отпарить и будет все красиво смотрите я слегка при парила резиночку и вот так вот она выглядит я считаю очень даже достойно смотрите как аккуратно и с лицевой стороны с изнаночной конечно же она не будет так тянуться как резинка связана на двухфонтурной машине но то что мы можем получить на одной фонтуре это в принципе быстро и выглядит неплохо я считаю что стоит такой вариант взять себе на заметку конечно же надо смотреть по пряжи как ведет себя пряжа так что отвязывайте образцы обязательно смотрите как выглядит как смотрится как растягивается или не растягиваются и и применяйте в своих изделиях я надеюсь что это видео было для вас полезным ставьте лайки пишите комментарии особенно если у вас возникли вопросы подписывайтесь на канал будем осваивать машинное вязание вместе всем пока пока с вами была юлия и мой факультет рукоделия